Про козу рассказывай, Олби. Можно я быстро расскажу? Конечно. Роман Григорьевич дерзкий режиссёр. Помимо того, что он нам орал после каждого этюда «Спасибо, Гамлет из Кислодрыщенска!» Помимо этого, вдруг на пороге там уже серьёзных лет он решил поставить козу Олби. Во всей мировой драматургии ничего не нашлось другого. Вот, Волчика отвергла. Все, 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 кто угодно отверг. Роман Григорьевич нужен был этот Мартин, который влюбился и жил с козой. Ещё раз. Ничего смешного нет, потому что... Да не надо хихикать. Это драма. Но на самом деле за этой историей потянулась другая история. Потому что Эдвард Олби был жив. И для того, чтобы сыграть в его пьесе, в его театральном агентстве нужно было добиться разрешения. Туда в Штаты полетели мои фотографии. Маленькие, взрослые, комсомолец, октябрёнок в ролях. На эстраде, с бабочкой, без бабочки. И пришёл утвердительный ответ. Этот человек может полюбить козу. И я любил её очень недолго. Потому что Роман Григорьевич ставил на века, и она шла ровно год. Но недавно просматривая плёнку этого спектакля, я могу вам сказать точно. Серьёзно и без всяких... Яких. Яких. Вот как ты... Я здесь, я здесь. Что значит школа-студия МХАР? Бахтанг, говорит, бы никогда не подсказал. Без всяких яких. Я вам могу сказать, что это один из лучших спектаклей Виктюка. Один из лучших. Один из самых пронзительных. Самых трагических, самых сложных и самых глубоких. И очень жалко, что этот самый... Иногда Роман Григорьевич опережал время. И...